Летом каждой девушке и женщине хочется, чтобы волосы ее блестели, кожа сияла и ушли лишние килограммы. Желая выглядеть отменно в сезон открытых платьев и летящих юбок, мы идем на различные диски. Садимся на диеты, устраиваем разгрузочные дни и часто это не приводит к положительному результату. Ситуацию поможет исправить сбалансированное питание и, конечно же, физические нагрузки. Сегодня в нашей студии рада представить вам эндокринолога, врача-эндокринолога, диетолога Лену Богордынову. Доброе утро, Лена! Ну, конечно же, все идет от питания. Вы, наверное, как диетолог, эндокринолог с этим согласны. Все начинается с питания. Какое-то меню определенное бывает летом, в отличие от других времен года? Ну да, летом у нас питание становится более легким, потому что отпадает потребность в калорийных продуктах. Летом в жару рекомендую употреблять холодные супы, легкие салаты, нежирное мясо, например, рыбу или птицу. И, конечно же, добавить в свой рацион побольше овощей и фруктов свежих. То есть позавтракать нужно, наверное? Завтрак, да, обязательная часть, вообще самый главный прием пищи, потому что он задает энергию на весь день. Завтрак лучше как бы составлять из круп. Это могут быть каши, овсяные, например, или гречневая, или белковые продукты. Например, омлет сделать можно. Белки, углеводы, наверное, для утра? Да, белки и длинные углеводы на завтрак у нас получаются. Ну, многие любители кофе не могут начать свой день без этого ароматного напитка. Да, это как ритуал больше. Вы знаете, что когда мы пробуждаемся, у нас в организме естественным образом вырабатываются гормоны, которые отвечают за бодрость. Получается, кофе пить сразу после подъема нецелесообразно. Любителям кофе могу рекомендовать выпить его, например, к 10-11 часам дня, когда уже уровень кортизола падает, и кофе поможет взбодриться. Так, то есть совсем отказываться от него не стоит, да? Нет, конечно, не стоит. Одну-две чашки в день спокойно можно выпивать. А чем можно заменить кофе с утра, если прям сильно хочется? Ну, если сильно хочется, нет. Вы, конечно, можете попить кофе, если прям удовольствие доставляют, и как бы утро себе не представляете без кофе. Конечно, можно. Ну, главная задача девушек, конечно же, летом, в начале лета, да, это похудеть в первую очередь. Давайте поговорим про меню, про спрос. На снижение веса, да? Да, про спрос. На снижение веса, конечно, будут некоторые ограничения. В первую очередь мы отказываемся от мусорной еды, как я это называю. Это в первую очередь фастфуд, ну, мучное, и все, ну, готовые соусы всякие, покупные, снеки, перекусы такие. Начинаем с выстраивания своего режима. Хотя бы трехразовое питание должно присутствовать, и обязательно завтрак, как я сказала. Также порции свои пересматриваем, потому что они должны быть маленькие. 200-300 грамм за раз нужно съедаться. Ну, примерно вот так. Про завтрак мы сказали, на обед лучше всего съедать мясо, крупы какие-нибудь на гарнир и овощной салатик. А вечером уже только мясо и овощи. Уже без круп, без всяких вот этих накорошек, только овощи вечером. Ага, ну, дозируется это, наверное, в соответствии с весом, да? Это все индивидуально на самом деле, но примерно, вот если сказать, обед 300 грамм, ужин 250, грубо говоря. Ну, летом, конечно же, все время хочется много пить, да? Да, это так. Потому что жарко. Ну, вообще, независимо от времени года, мы должны упивать достаточное количество жидкости. Это очень важно на самом деле. На килограмм веса должно приходиться 30 миллилитров. Это у каждого своя норма получается, это минимум. Летом, конечно, потребность возрастает. И, ну, уже по своему самочувствию смотрит. Если жажда беспокоит, то, конечно, ее утолять надо. Если какая-то была активность, например, да, тоже воду надо попить. Но рекомендуется вот где-то каждые полчаса выпивать по полстакана в день в жаркую погоду. Можно ли холодную воду пить? Или она должна быть комнатной? Нет, ну, комнатная приветствуется, но в жару холодная допустима, да, можно. Чем-то еще можно заменить воду? Чем можно себя побаловать? В ней во вред своей фигуре, здоровью? В ней во вред, да. Ну, вот все покупные натуральные соки, газированные напитки, они вот как раз наносят вред и фигуре, и здоровью. Можно дома готовить морсы из ягод, компотики домашние. И, ну, все равно лучше чистой воды еще ничего не придумали. Ну, вот в воду можно добавлять, например, свежие эти фрукты, лимон, да, мяту. Тогда очень вкусно получается и полезно. Лена, ну, наверняка, чтобы выглядеть хорошо, да, питание, это, конечно, очень важно, и в первую очередь нужно себя поддерживать в хорошей форме, скорее всего. Да, конечно. Ну, питание – это вот 70%, наверное, результата от, ну, желаемой фигуры. И остальное уже физическая нагрузка, конечно, обязательно. Что ж, Лена, спасибо, что пришли к нам этим утром, поделились такими хорошими советами. Будем рады вас снова видеть в нашей студии. Спасибо. Проходите к нам еще. Желаю вам удачного, хорошего дня. Спасибо.